Это система мониторинга ситуации с коронавирусом, куда фактически в онлайне попадает информация от всех федеральных органов исполнительной власти, обрабатываются открытые источники и соответствующим образом сейчас подается для всех, кто ей будет пользоваться. Первое это оперативные данные по миру, по заболеванию. В Китае видно, что замедлился темп, это суточный темп прироста, то есть умерших всего 0,53%, и соответственно растет на 19% Италия, Иран, Испания плюс 17%, Германия 30%, США 23%, вот так можно мониторить. И новости, меры, которые принимают. Это вот такой блок. Далее все алгоритмы будут совершенствоваться, и поисковики тоже. Справа система оперативных данных по России. Это более сегодня уже совершенная система. То есть мы также по России абсолютно открыто с практически онлайн попаданием в систему. То есть как только какая-то, скажем так, первичная поликлиника, либо звено выявляет ситуацию, она все это дает на этот центр, и мы можем это видеть. И меры, которые принимают. Например, ну любую область там возьмите, Амурскую, это режим повышенной готовности, меры, которые приняты. Все это будет потом в более качественных алгоритмах. На Дальнем Востоке там. В Дальнем Востоке. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Это пока не структурированная информация, просто подряд. Ну вот, что возьмите, да, Иркутская область. Значит, вот, соответственно, самобработка, режим прохождения границы и так далее. Ограничение массовых мероприятий по детям. Все это будет более структурировано. Это пока за двое суток, то, что сделаем. Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение Док-Док, которое позволит, в том числе пожилым людям, в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить это терапевты, профессионалы, которые будут доступны. Ну, можно просто посмотреть, если кого-то даже вызвать. Пожалуйста. Вот у нас сегодня, Мария Валентиновна, нам доступна. Добрый день, Марина. Чем могу вам помочь? Расскажите, как организована ваша работа, чтобы мы поняли, как на практике это осуществляется. К нам сейчас обращаются пациенты для того, чтобы уточнить с функциональным характером именно коронавирусной инфекции. Мы им рассказываем о профилактике, о том, как необходима рестория для ситуации, Рассказываем об обличченном изготовлении и естественного сигналового. Спасибо. Спасибо. Это аналитика, связанная с наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов. Вы видите, с левой стороны это телевизионная картинка онлайн. У многих возникает вопрос, сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону, вплоть до магазина. Это онлайн информация, а не какие-то статистические расчеты. Главное, чтобы люди понимали, что поджеснажение надежное, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом придутся выбрасывать. Мы это пытаемся объяснить. Поэтому, если к вечеру все купят, утром все завезут. Никаких здесь проблем пока не видим. Владимир Владимирович, мы развернули на действующей больничной сети дополнительные мощности, в том числе и в коммунарке, которую вы сейчас видели. Да, вы мне отложили. Тем не менее, мы приступили к строительству дополнительных мощностей современного мобильного комплекса. Я думаю, в течение месяца госпиталь будет построен. Он будет служить не только в этот период, но и останется надолго. Вот это самое главное. Я так понимаю, что для Москвы, московского региона, это востребованное учреждение медицинское вне зависимости от ситуации. Да, конечно. Тем более, у нас инфекционная больница, к сожалению, находится в не очень хорошем состоянии. Мы там начали капитальное здание строить, но потребуется 2-3 года. Это мы возведем в течение месяца. Хорошо. Спасибо. Владимир Владимирович, мы понимаем, что с медицинской точки зрения эпидемия не принесла, слава богу, какие-то большие масштабы. Что нельзя сказать о психологической эпидемии. И информационный центр, помимо информирования о достаточной и эффективности усилий, которые предпринимает по вашему поручению правительство для предотвращения распространения коронавируса, еще и занимается тем, что эффективно борется с так называемыми фейками и слухами. Вот, например, буквально на днях появился в Краснодарском крае в социальных сетях вброс о том, что якобы 32 человека скончались от коронавируса. Искусственный интеллект, нейронные сети, которые обучились, они делают семантический анализ, выявили эту аномалию. Тут же, через минуту, уже она попала здесь оператором. Оператор связался с регионом, с выделенным человеком, с ним обсудил, тот сказал, что это неправда. И тут же на региональном уровне через 20 минут уже было опровержение. А еще через 2 часа было уже опровержение на федеральном уровне с охватом, вы видите, 2 миллиона. То есть сразу же купировали. Или, например, в Алтайском крае. Это еще сложнее была ситуация, потому что в родительском чате, в школе какой-то записали о том, что якобы власти скрывают масштабы какого-то там бедствия. Система обнаружила даже аудиозапись, тут же передала его в центр. Мы связались с главой региона, и он записал видеообращение, и тем самым мы эту фейковую новость купировали. Вот, помимо этого, следующий слайд, пожалуйста. Мы открыли сайт stopcoronavirus.rf, где вся информация собирается в очень удобном, доступном виде. И запущена горячая линия, где правдивая информация о том, что происходит населению доступно 24 часа. Это очень важно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. И вантеры, и специалисты? Да, врачи. Единая команда, вы? Да. Ну, врачи, да, в специальности, ординаторы, бургаленцевы, лектора, аниматологи. Все вместе работаем. Владимир Владимирович, разрешите вам рассказать о нашей инициативе. Я сама врач-ординатор. и представляющего Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики». Мы совместно с Всероссийским народным фронтом и другими волонтерскими организациями сейчас работаем над оказанием помощи пожилым людям, которые находятся на карантине по причине коронавируса. В ближайшее время начнёт свою работу единая горячая линия по приёму обращений от пожилых людей, которым требуется помощь. И также в регионах будут созданы центры, колл-центры, в которых будут эти обращения обрабатываться. Конечно же, волонтерское сообщество не могло остаться в стороне от такой проблемы. И сейчас наша помощь требуется как никогда, мы это понимаем. Поэтому в регионах на базе региональных отделений движения «Волонтеры медики» будут созданы штабы волонтерские, в которые подключится всё волонтерское сообщество. И вот вам ранее рассказывали о волонтерах Конституции, о большом корпусе, в котором на сегодняшний день более 100 тысяч регистраций уже. Ребята также изъявили большое желание принять участие в таком проекте и оказать помощь тем, кому она действительно требуется. И мы будем помогать в отработке принятых обращений граждан. Мы будем помогать в покупке лекарств, в покупке продуктов, предметов первой необходимости. И будем доставлять их тем пожилым людям, которым требуется наша помощь. Конечно же, отдельное внимание мы уделим вопросам безопасности самих волонтеров. Мы понимаем, какую роль это играет. Они будут обеспечены всеми необходимыми защитными средствами. И я надеюсь, что такой крупный волонтерский состав поможет в тех регионах, где это действительно требуется. На сегодняшний день мы знаем, что есть 16 регионов, в которых присутствуют заражённые люди. Это те регионы, в которых в первую очередь начнут свою работу колл-центры и волонтёрские штабы. И далее уже будут подключаться те регионы, в которых будут появляться заражённые. Это очень важно. У меня вопрос. Вы говорите о волонтёрах. Вы сказали, волонтёры-медики. Это действительно врачи, которые работают ещё по основной специальности у себя на своих рабочих местах, а в свободное время ещё этим занимаются? Это и студенты-медики, которые сейчас находятся на карантине, и те врачи, которые, конечно же, тоже подключатся к этой инициативе. Вы правильно сказали. Нужно обязательно обеспечить всё, чтобы обеспечить безопасность волонтёров, снабдить их соответствующими защитными средствами. Но и то направление, о котором вы сказали, чрезвычайно важно, потому что мы знаем, что вирус поражает людей старшего поколения. Последствия, во всяком случае, для них тяжёлые и наступают чаще, чем для других возрастных категорий. У нас, слава богу, пока нет такого масштаба, как в некоторых других странах. У нас сейчас 93 или 96 выявлено заражённых, а в других странах счёт на тысячи. Поэтому для того, чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. И в этой связи, конечно, работа с людьми старшего поколения крайне важна. У кого-то есть возможность воспользоваться услугами близких людей, родственников, знакомых, друзей. И у кого-то такой возможности нет. И здесь, конечно, помощь волонтёров, причём квалифицированная помощь, она просто абсолютно необходима и в высшей степени востребована. Так что вам большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Вам удачи. Спасибо. Спасибо.